Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео мы с вами рассмотрим решающую партию матча за третье место, который состоялся в рамках Кубка Мира, закончившегося сегодня в Сочи. Напомню, это противостояние норвежца, чемпиона мира Магнуса Карлсона и российского гроссмейстера Владимира Федосеева. В первой партии этого матча Магнус Карлсон, пожертвовав качество в стиле Тиграна Петросяна, создал монументальное стратегическое произведение. Очень красивая получилась партия, и всем казалось, что в этом поединке ничего подобного не будет. Но Магнус Карлсон и его соперник оправдали самые смелые ожидания шахматных болельщиков и вновь разыграли на доске настоящий шахматный спектакль. Итак, Магнус Карлсон играл белыми, пошел Е4. В ответ С6, Д4, Д5. Защита Каракан. Е5 играет Карлсон, избирая закрытый вариант, и Федосеев выводит слона на Ф5. В этой известной позиции у белых с десяток интересных продолжений, и чемпион мира останавливает свой выбор на продвижении пешки на С4. Е6 играют черные, конь С3. В таких ситуациях довольно часто черные сами меняются на С4, создавая белым отсталую пешку на Д4. Но тут не все так просто. У белых крепкая позиция в центре и перевес в пространстве. Неплохим продолжением за черных здесь был ход КНЕ7. Маститые гроссмейстеры чаще всего играют тут именно так. Например, в партии известного специалиста защиты Каракан Алексея Дреева, игравшего черными против Евгения Алексеева в 2014 году, далее была слон Е3, и партия пришла как раз к рассматриваемой структуре. Черные побили на С4, конь Д7, конь Ф3, напали на слона. Белые отступили, черные заняли пункт Д5 после рокировки в этой позиции размен. Здесь у белых остается определенное пространственное преимущество, но точной игрой Дрееву удалось уравнять позицию и достичь ничьей. Но в нашей партии Владимир Федосеев сыграл слон Б4, связав коня. ЦД играет Карлсон. Конечно, здесь можно было сыграть симметрично, получив французскую пешечную цепь, но соперник чемпиона мира бьет ферзем, надеясь в будущем использовать слабость пешки Д4, подверженной фронтальной атаке. Конь же Е2 играет Карлсон. Понимая, что ферзю рано или поздно нужно будет отступить, Федосеев отводит его на начальную позицию. После А3 играет слон А5 и конь Ж3, нападая на слона. Конь Е7 играют черные, слон С4, слон Ж6 и Х4. На королевском фланге идет типовая для закрытого варианта защиты каракан игра. Белые хотят продвинуть пешку на Х5, напав на слона. Черные же играют Х6 и после Х5 ныряют слоном на Х7. Зажимающая позицию черных на королевском фланге белые пешки Е5 и Х5, а также отсутствие на этом участке доски чернопольного слона, позволяет белым напасть на пешку Ж7. Конь сын играет Ферзь Ж4. Конечно, делать рокировку плохо. Белые просто забирают на А6, сразу выигрывая партию. Поэтому Федосеев сделал заранее запланированный ход король Ф8. Конечно, начинающим шахматистам такой маневр покажется очень подозрительным. Но опытные шахматисты прекрасно знают, что в подобных позициях защиты каракан, а также французской защиты, ход король Ф8 довольно распространен. Да, черные добровольно лишают себя рокировки, но вскрыть позицию и добраться до черного короля белым не так-то просто. Магнус Карлсон пока делает рокировку. Конь Д7. Черные намечают типовой маневр конь Б6 и после нападения на слона можно перейти на Д5. Белые же играют конь ЦЕ4, стремясь на пункт Д6. Оказывается, что в случае запланированного конь Б6 с нападением как на слона, так и на пешку Д4, белые не отходят слоном, а смело жертвуют его на поле Е6. После ФЕ конь ЦЕ5 с угрозой страшной вилки на Е6. Если пешку защитить ходом слон Ж8, то белые играют Б4, отыгрывая фигуру и продолжая атаку. Поэтому лучше слон Ф5, не только защищая пешку, но и контратакуя ферзя. Белые забирают после взятия конь Е6. Если отойти на Ж8, то моментальный мат. Если пойти на Е8, то взятие на Ж7. У черных под боем две фигуры, позиция проиграна. Видя этот страшный для себя вариант, Федосеев сыграл слон С7, прикрыв поле Д6. Белые заранее отвели слона на А2 и черные поставили коня на Ф5. Пешка Д4 под боем и Карлсон забирает этого коня конем. Дело в том, что вилка после ЕФ не наносит белым материального урона. Можно просто отойти на Ф3. И если забрать на Е4, то последует мат. Конечно, разрушать свою структуру не нужно. Лучше забрать слоном, что и сделал Федосеев. Ферзь белых отошел на Ф3. Ферзь Е7. Черные потихоньку развиваются, но проблема Федосеева в том, что у белых слишком много атакующих ходов, которые позволяют Магнусу Карлсону развивать свою инициативу. Чемпион мира отходит конем, нападая на слона. Тот вновь отходит на А7. В этом положении можно было доразвиться. Сыграть слон Е3, надежно защищая центральную пешку. Но Магнус Карлсон, почувствовав запах крови, снова ставит Ферзя на Ж4, намечая марш пешки Ф. Линия вскрывается, ладья бьет по королю. С5 играет Федосеев, понимая, что промедление смерти подобно. Слон Д2 играет Карлсон. Оказывается, что взятие на Д4 парируется простым слон Б4. Нужно закрываться конем в избежании потери Ферзя. После нападения Б6 и белые приступают к реализации своего основного плана. Играют Ф4, далее Ф5, начиная мощную атаку. Поэтому ладья Д8 сыграл Федосеев, белые же ставят пешку на Ф4. Конь Б6, нападая на пешку Д4 и слон С3. Конечно, и здесь взятие на Д4 рекомендовать черным нельзя. Последует все тот же ход слон Б4 и черным нужно отдавать фигуру на Д6, чтобы не расставаться с Ферзем. Поэтому Федосеев сыграл конь Д5, нападая на слона и угрожая вилкой. Здесь наименее обязывающим продолжением за белых было простое взятие и уже дальше Ф5. Но, конечно, Карлсон понимал, что расставшись с белопольным слоном, шансов добраться до черного короля меньше. Поэтому он игнорирует угрозу вилки и смело ставит пешку на Ф5. Федосеев осуществляет свою угрозу. Ставя коня на Е3, он нападает как на Ферзя и ладью, так и на пешку. Ферзь отходит на Ф3. Атакованный конь, конечно, мог забрать ладью. После взятия белые, пожертвовав качество, прямой наводкой стреляют по черному королю. Спасения здесь уже нет. Угроза ФЕ очень опасна. А если забрать пешку, то конь Ф5. После размена угроза слон бьет Ф7. Если сыграть Ф6, то Ферзь же 6. Далее забираем, бьем еще и ладьей. Черные беззащитны. Поэтому Федосеев вместо принятия жертвы качества берет пешку. Забираем, слон бьет Ф5. И белые делают очень сильный и красивый ход Д5. Приятно делать такие ходы. Пешка угрожает вилкой. А брать ее нельзя, потому что теряется слон на Ф5. Жертва качества после ладья бьет Д5. Тоже ничего черным не дает. Слон бьет ее, а далее теряется на Ф5. Поэтому приходится отходить слоном, создавая свою контур-угрозу. Магнус Карлсон внимателен к возможностям соперника. Он блокирует черную пешку, играя слон С4. Отныне чернопольный слон черных будет узником в собственном лагере. Если в этой позиции забрать на Д5, то белые бьют на Ф5. И дальше двигают пешку на Е6. И все-таки пробиваются к черному королю. После Ф6 можно смело пожертвовать и после взятия Ф6 угрожает ладья Ф6. А на Ф7 с идеей отойти на Ж8 королем следует красивая вилка Е7. Материальные потери для черных неизбежны. Поэтому Федосеев поставил короля на Ж8, ослабив нажим белых по вертикали Ф. Здесь Магнус Карлсон мог снять все вопросы касательно победителя в этой партии, сыграв ФЕ2. Таким образом он создает угрозу взятия на Ф5. Даже защитив этого слона ферзем, черные не избавляются от этого удара. В случае взятия на Ф5 пешкой последует Д6. Дальше белые подводят ладью на Ф1. Слоны стреляют по резиденции короля. Слон черных и ладья Х8 бездействуют. А пешки белых вот-вот пройдут ферзи. Если же на Ф5 забрать ферзем, то белые забирают на Е6 и вновь нападают на ферзя ладьей. Отойти сильнейшей фигурой, продолжая защищать важную пешку, черные не могут, а отдача ферзя на Ф1 тоже не спасает. После ферзи Ф1 и защиты пешки, белые дважды нападают на нее, используя связку. Пешка Е6 падает, а вместе с ней рушится и вся позиция черных. Но вместо того, чтобы отойти ферзем, создав угрозу ладья БФ5, Карлсон сразу задвинул пешку на Д6 и выпустил часть перевеса. Ферзь Х4 играет Федосеев. Белые защищают слона ходом Б3, ладья Д7, ферзь Е2. Осложнить задачу белых черные могли с помощью лучшего в этой позиции хода слон Ж4, нападая на ферзя и пешку Х5. Белым лучше отойти на Е3, после взятия сыграть ладья Ф2. Далее ладья АФ1 с нажимом по линии Ф. Конечно, у белых сохраняется преимущество, но ничего решающего пока не видно. В партии же Федосеев решил разменять ферзей и сыграл ферзь Ж4. Но он не заметил, что именно в этой позиции белые могут нанести удар ладья БФ5. Карлсон пошел на жертву качества. Оказывается, что в случае взятия ладьи пешкой последует размен ферзей и удар Е6. Конечно, если забрать пешку Е6, то последует двойной удар и ладья погибает на связке. Если же забрать на Д6, то Е7. И черным очень сложно задержать эту проходную. После КХ7, ладья Е1, ладья Е8, слон бьет Ф7 и материальные потери для черных неизбежны. Но неплохим решением было взятие на Е2. После слон Е2 ЕФ, белые, конечно, сохраняют игровую инициативу. Слон Б5, ладья Д8, слон С4. Угрозы Е6 и ладья Ф1 по-прежнему опасны. Но здесь можно было еще хоть как-то держать позицию. В партии же последовала ферзь бьет Ф5. Карлсон, конечно, напал на ферзя. После отхода на Ж5 пошел слон Д2. И вновь нападение. Ферзь в освоясе вернулся на начальную позицию. В этом положении белые, конечно, могли сыграть слон Б5, отыгрывая качество. Но, как и в предыдущей партии, Карлсон прекрасно понимал, что его слон сильнее неактивной ладьи соперника. Поэтому продолжил играть на доминацию. Ферзь Ж4. Все фигуры черных чрезвычайно пассивны. Белые же ищут точку прорыва. И после хода А6 находят. Магнус Карлсон, уже успев в этой партии пожертвовать качество, расстается еще и с ладьей, забирая на Ф7. Мощь белопольного слона достигает своего пика. После взятия ладьи ладьей следует ферзь Е6 с угрозой взятия ладьи. А на ферзь Ф8 просто Д7, угрожая взятием слона. Тот отходит в ферзь Е8. Белые ход за ходом оккупируют важнейшие поля на шахматной доске. После х7 просто забираем на Ф7. И белые побеждают. Поэтому ладью Федосеев забрал королем. Там все-таки грозил мат на Ж7. Поэтому игнорировать эту белую фигуру нельзя. И в этой позиции Магнус Карлсон мог сыграть слон бьет Е6. Двойной удар. После король Е8, ферзь Ж6. Король Ф8, слон Д7. И здесь очень красивое сочетание атаки ферзем и пешками. Е6, нападая на ферзя. Понятно, что в случае взятия на Д6 будет мат. Если же пойти Ц4 в скрытый шах, то это всего лишь отсрочка гибели. Король Ф1, ферзь отходит и Е7. После чего черные вынуждены расстаться с ферзем. Это был самый короткий путь к победе. Но Магнус Карлсон, находясь в цейтноте, решил немножечко пошаховать короля соперника. Понимая, что и так его позиция выиграна. И дойти до контроля. А затем уже найти прямой выигрыш. Так он и сделал. Забрал пешку на Е6 ферзем. Далее Ф5, король Е8, ферзь Ж6, король Ф8. Вот он, сороковой ход. Контроль пройден. В этой позиции у черных колоссальный материальный перевес. За белого слона у них целых две ладьи. Но мощные проходные пешки, два активных слона и очень мобильный ферзь делают эту позицию для белых выигранной. Одним из путей к победе был ход слона Ф4 с идеей Е6. После ладья Ф8 получалась очень красивая картина. Шах, ладья защитилась и Е6. Вот такая пешечная вилка с нападением на две ладьи. Но Карлсон сыграл ферзь Ж6. Этого тоже достаточно для победы. Но путь более длинный. Король Ф8 и Е6, нападая на ладью. Опять же, брать на Д6 нельзя ввиду мата на Ф7. Поэтому приходится расставаться с материалом. Черные играют Ф6. Белые бьют ладью. И наконец-то происходит размен ферзей. Но облегчение он черным не приносит. Слон Д8, слон Е6. Посмотрите на положение черных. Ладья абсолютно зажата на Х8. Она не сделала ни одного хода в этой партии. И забегая наперед, так и останется недвижимой. Король черных попросту запотован. А чернопольный слон должен постоянно сторожить поле Д8. Белые же имеют полную свободу действий. Эта партия перекликается с предыдущим поединком, в котором Карлсон тоже запотовал фигуры соперника. И тоже это случилось на королевском фланге. Но, как вы понимаете, с переменой цвета. Черные сопротивлялись недолго. Единственная идея активизации, это толкнуть вперед пешку Аш и выскочить ладьей на свободу. Но Карлсон этого не позволяет. После Аш5 он играет король Ф2. На Аш4, с идеей хода ладья Аш5, он предусмотрительно ставит слона на Ж4. Б5 играют черные, король Ф3. Конечно, создание проходной пешки на ферзевом фланге черным особо не поможет. Она с легкостью берется под контроль одним из слонов. Поэтому Б4 сыграл Федосеев, Карлсон просто разменялся и сыграл король Е4. После чего измученный российский гроссмейстер признал свое поражение. В самом деле, у белых есть очень простой план реализации решающего позиционного перевеса. После примерного ладья Ж8, белые играют король Ф5, ставят слона на Ж5 и позиция черных рассыпается. Прекрасная партия в исполнении Магнуса Карлсона. Как и предыдущий поединок, это полотно буквально просится в шахматный учебник. Красивые тактические решения, нанизанные на мощный стратегический стержень. Все это делает данную партию Магнуса Карлсона одной из лучших, сыгранных им на этом Кубке Мира. Таким образом, победив в этом матче, Магнус Карлсон завоевал бронзу Кубка Мира. По словам самого чемпиона мира, несмотря на то, что не удалось выиграть главный приз, это был очень хороший турнир. Отличная практическая подготовка к важнейшему матчу за звание чемпиона мира, который, напомню, состоится осенью этого года. Магнус Карлсон будет играть против Яна Непомнящего. Что же касается пути Владимира Федосеева в этом турнире, то его игра до матча с Корякиным была очень и очень неплохой. Но поединки с соотечественником, особенно второй, в котором Федосеев очень быстро проиграл в Испанке, удручают. Тем более эти встречи с Магнусом Карлсоном, в которых Федосеев, прямо скажем, не оказал должного сопротивления. В любом случае, хочется надеяться, что этот Кубок Мира для Владимира станет отличным уроком. Он тоже, как и Магнус Карлсон, прошел отличную практическую проверку и, если сделает правильные выводы, то обязательно спрогрессирует после этого соревнования. Данным видео мы заканчиваем рассмотрение партий Кубка Мира. Этот выдающийся турнир уже стал частью шахматной истории, но канал Шахматы для Всех не прекращает свою работу. Хочется отметить, что видео на этом канале выходят ежедневно. Как правило, это полюбившиеся многим разборы партий выдающихся мастеров прошлого и лучших гроссмейстеров современности. Не забывайте, что красивые и поучительные партии играются не только сейчас. Многие шедевры прошлого по-прежнему поражают воображение. В основном именно такие поединки и разбираются на этом канале. Поэтому обращаюсь к своей аудитории с убедительной просьбой. Не забывайте почаще заглядывать сюда. Поддерживайте канал Шахматы для Всех своей активностью в виде лайков и комментариев. Это здорово помогает в продвижении и поможет каналу в достижении непростой и весьма амбициозной цели стать одним из первых русскоязычных шахматных каналов, получивших 1 миллион подписчиков. На сегодня у меня всё. Не забывайте про комментарии, лайки и подписку. Спасибо, что следили за Кубком мира вместе с каналом Шахматы для Всех. Всего доброго и до новых встреч!